Житель Уральска хотел приобрести автомобиль, но остался без машины и без денег. Оказалось, что его новое авто числится в угоне в России, причем владелец умер несколько лет назад. Сейчас делом занимается полиция, а потерпевший ищет справедливости в суде. Татьяна Рудометова разбиралась в ситуации. Класс Тажеденов задумался о покупке автомобиля и, присмотрев модель, которая состояла на российском учете, решился на сделку. Но радость его была недолгой. Через три месяца мужчину остановили полицейские и забрали автомобиль. Как выяснилось, транспорт находился в международном розыске. Нам продавец Самаркин сказал, что купил авто у самого владельца. У нас есть даже договор купли-продажи, который я вам покажу. Но теперь он говорит по-другому. Мы же не торгуемся за ручки или сумки. Это же автомобиль, он стоит миллионы. Продавец должен был все уточнить и проверить. А теперь он дает нам ложные показания. По словам российских полицейских, сам владелец авто давно умер. Но, несмотря на это, кто-то отправил машину в Казахстан и продал ЭКЛАСу Тажеденову. Сейчас, по данному факту, возбуждено уголовное дело. Уголовное дело сейчас находится на стадии расследования в настоящее время. Потому что машина у нас числится в угоне. Так как бывший хозяин Девякшин умер 12.07.2022 года. Я сам по этому уголовному делу работал. Ему договор купли-продажи сделан в декабре, если не ошибаюсь, 23-го года. То бишь этот договор купли-продажи недействительный. Житель Уральска пытался через суд восстановить справедливость и вернуть свое старое авто. Но Фемида его иск не удовлетворила. Суд отказал в удовлетворении исковых требований, так как не усмотрел оснований, предусмотренных гражданским кодексом, а признание сделок недействительный. В последующем ответ истец в праве обжаловать данное решение. Закон из данного решения будет установлен на апелляционной инстанции. Мужчина подал апелляцию и пока вынужден ходить пешком. Его авто находится на штрафстоянке. Он намерен пройти все инстанции. И надеется, что продавец угнанной машины понесет ответственность. Татьяна Рудометова, Алтынбек Кабделов, Астана Таймс, Изуральск.